Видите, благодаря мне познакомятся замечательные люди. Городничин, старый друг. Прием для ускорения плодоношения. Приваем на молодое дерево, штамп приводит из плодоношения. Несколько штук по кроне, стимулирует плодоношение. Ну, да, во-первых, взрослая-взрослая. Вы знаете, я всегда удивлялся, вот, допустим, 1-летку на 1-летку привешу, получается веточка, нормальная веточка, а привешу на 2-летку, получается готовое дерево со штампом. А на 3-летку, бывало такое уже дерево, не готов, чтобы показать вам, какие бывают. Это уже не дерево, это уже, это вообще уже взрослое дерево. И все в цветах. Вот ведь. Так что, Городничин прав, раз. И есть еще второе. Да, еще раз там, это самое, раз приводит плодоношение в дерево. Одна причина. А вторая, ну, как-то прививка, а тут и речь идет, несколько прививок. Не коричие дерева. А чем больше коричие дерева, тем раньше она. Бывает, наоборот, не хочет вступать плодоношение. А бывает еще и сразу почти вступает плодоношение. Так, идем дальше. Вот. Ирина, привалы по вашим городам получил здорово. Спасибо, Ирина, мне нужны такие письма. Корневая поросль очень хороший материал для привыка качества по двое. Да, кстати, я тоже так считаю. Корневая поросль. Не все, даже авторитеты, даже те, кого уважают, так считают. Но корневая поросль, это корневая поросль. Вот. И мне остается только присоединиться к смотрителю. Я получил ответ на свой вопрос. Спасибо. Написал, что есть другая точка зрения. На Сибирку подвойно. Алтай берут поросль яблок. А старый старый садок. А, это с ней как раз Александр смотрителю переписывается. Так. Теперь в Сафронах совместимость достигает за счет настояния ментора по железу. Привили, получили деревья, выбрали лучшие. Лучшие. О! Срезали черенок и опять привили на новый подбой. То есть первая на вторая, вторая на треть, третья на четвертая. Ничего хитрого нет. Ну, просто я упорядок счет, я там несколько привык. Знаете, как сказать, получается, разброс уже меньше получается. То есть вы можете делать, что хотите, но добиться максимальной результаты еще в каких-то рамках будете. Мы это уже проходили. Вот. Ну, а Антон, что Антон? Антон, это мой первый зам на ближайшие 10 лет точно. Потом, конечно, могут и потеснить. И Макаровы. Да, многие могут. Это тут быстро вырваться вперед. Дело в том, что мы с Антоном живем и работаем в жесточайших условиях. Жесточайших. Это касается и быта. Это касается сурового климата. Это касается наших, то, что мы отдаем себя вот этому, чем сейчас занимаемся. И уже больше заняться нечем, думаете, Антону. Вот. На трех работах или на четырех. И вот получается, что я, допустим, как, настолько просто в любом регионе, и Макарова это подтверждает там в Обнинске, Подмосковье, настолько просто вырастить деревья и не выращивать только потому, что идиотством занимается. Вот буквально. И сейчас по Центральному каналу идет пропаганда вот этого дебильного дебилизма. Только поэтому в любом месте можно взять количеством этого, потому что если уже в Латвии у него растут, уже все должно было сгнить, а у него чуть-чуть не стопроцентный результат. Представляете? Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот. А потом, даже если в Латвии половина погибнет, вторая половина уже не погибнет никогда. Так. Сейчас я, мы тут вдвоем одной мышкой работаем. Я не знаю, кто кому помогает. Помогает. Так. Подвой выращенный Семен Сибирьки, не самый мелкий. Прививала черенками. Зимняя ПК Макунаса. От Макунаса Алтайская. Как окажется на плодах? У нас он все меньше. Спасибо, сада Макунаса. Как скажется на плодах? Так. Подвой дикий. У меня что получается? Я всегда, мне казалось, я не могу ответить, у меня повышенная кислотность, так. Вот. Поэтому я, например, сладчайшие груши ем, а яблоки уже мне чуть-чуть кажутся с кислинкой. Кажется, да. Я не могу разобраться в этих ощущениях. Но абрикосы сладчайшие, так. Вот. А вот как на кислинке скажется? Вырастила раз грушу на черноплодной рябине. Получили дубовое. Дубовое. То есть подвой сказывается. Ну, у меня же видели прекрасные эти фотографии сотни, тысячи. Фильмов сотни. Я хожу по сказочному саду. Плоды огромные, крупные, красивые, нарядные, праздничные. Вот. Вкусные. А у южных все равно чуть-чуть кислотности. Ну, то есть, она как сказать. Чуть-чуть слаще вот эти южные. Но они настолько это, это я замечаю. А другие, как у меня этот пример, пусть он не с яблони, пусть он с абрикосами. Но у меня же вот это вот, для меня она сладко-кислая. Жердель с Украины, да? Вот. Привитая. Но сеянц был. Но сеянц был привит на манджурца. Да, с кислинкой. Но ведь спорили 12 человек. Я 12. Я говорю, какая-то сладкая, а королевский вкус не. Один из человек сказали, что вот эта кисло-сладкая вкуснее. То есть не слаще, чем королевский. Вот эти вот плоды огромные, вкусные, нарядные, забитые сахаром. Вот. Не слаще, нет. Но вкуснее, понимаете? Получается разница между сладкими и вкусными совершенно разная. Вот так. Еще откуда-то. Так. Теперь смотрим дальше. Тут как-то все идет. Сейчас. Ну, давайте вот отсюда вниз пойдем. Груша дикая пойдет до старых. А, ну. А, нет. Еще больше тогда. Так. А, вот, наверное, отсюда. Люди добрые вещи. Дикая груша как подвой пойдет. Дикая, мелкая, кислая груша с колючьми ветками. У меня такая есть. Я почему верен? Знаете как? Официально не пойдет. У меня эта дикая с колючками несъедобная груша, причем чистая, чистая далевосточная уссурика, чистая, еще не испорченная, потому что я нашел там, где на ближайшие нескольких километров нет ни одной культурной груши. Вот. А подвой оказался замечательный. Но если вы живете в другом месте, пока не попробуйте, ответа не получите. Никто за вас не поймет. Теперь смотрим. Александр судедик какую-то ссылку прислал. Надо будет потом посмотреть. Цель таких привок оправдала, оправдала целевременно сохранить привой. Да, и это тоже важно. Груша дикая пойдет до старых сочевых сортов. Для молодых можно сильно испортить плоды. Ну, может, спорт, можно нет. Возьмите культурные семечки, груша, зелезо. Шанс испортить по двойменьше, чем дикие. Ну, тоже спорно. Хоть вроде на меня работает, меня рекламирует, а все равно. В общем, все не так просто. Все неоднозначно. Мы можем получить два дерева рядом. Одно вкусное, другое нет. Вот и все. Борозостойкость для моего региона хорошая. Эзотерики считают, что мы ровем коллективный разум. Да, у них коллективный разум. Так. Уважаемые садоводы, где каталог черенков железа? У меня. Значит, смотрите. Вот он, сайт. Вот там есть раздел, как он называется. Я не знаю, Антона нет, в моего каталога. Так. Или у Антона запросите, вот, потому что он причастен к этому делу. Значит, от каждого черенка должен свою долю иметь. Или уже, в крайнем случае, если он не среагирует напрямую. Закажите у меня этот черенок, да и все. Именно черенок. То есть, именно каталог. Так. Теперь идем выше. Ага. Вот, интересно. Только снизу как-то неправильно читать. Груши на яблоне, на родине, на красной рябине, это все ненадолго. Правильно, смотрите. Кому интересные итоги жизни таких людей, вышли ссылку. Замечательная. Я, это самое. Я все ищу. Сам пробовал, сам обжегся. Вот. Но, когда совет этот привать на аронию, на красную, на рябину, еще там, на Иргу, там еще есть, на боярышнике есть даже. Это все-таки так. Ну, вот, сохранить разве что. И то, может быть, сохранить, может испортить сорт. Так. Олег Алексеевич, черенобай будет черенками делиться, как в прошлом году, почти весной. Хотел заказать апорт Алматинский из его сада. А у вас нет. Как-то нет. Он у меня нарезал, я продаю. Как Игорь. А мы с вами общаемся постоянно. Как-то нет. Там-то дело, что есть. Пока есть. Ну, через неделю-две они кончатся. Но вы же слышите меня. Бежвидовая прививки яблони на грушу. Грушу на яблони. Цель вообще в чем? На кем-то расстоянии подвой, сомневаюсь. Это видеоэкспериментство ВГ. Ну, я тут отношусь к этому более оптимистично. Ну, нет у вас подвоев груши. А хотите иметь грушу? Привайте на яблоню. Но только на культурную. Чем культурнее яблони, тем лучше груши на ней и приживутся, и будут вкуснее. Не используют вкус. Так что я тут немножко более оптимистично смотрю. Так. Ну, что еще? Так. В правом нижнем углу шестеренка. А, стало сильно. А, ну да, это самое. Это касается... Я надеюсь, что вы хоть большую часть видели, слышали меня или нет. Интересно узнать, с чем можно удобрять саженцы взрослых деревьев, абрикосов, груш. Перегной зола. Вот. Причем раскидывать только сверху и подальше от штампа. Так. Паш, пять. Паш, так, нормальный Паш. Так. Огнилок. Архангельская область, это такая... Ой. Вот еще это. Забрались бы еще в Оркуту. Вроде и рядом. Сразу уж холодно становится. Белая ночь, почти как в Норильске. Ой. Ладно. Так. Какая кислотность вашего участка? Не знаю. Я говорю, что поначалу росли хвощи, это признак очень сильной кислотности. Но я заметил, что деревья переделывают почву и меняют Паш. Это факт. Им лишь бы только прижиться. Для этого есть факторы, которые помогают прижиться, есть которые мешают прижиться. Вот. Ну, я разобрался, копал колодец, все понятно. Не надо быть никаким спецом. Вот. Поэтому мой ответ такой. Не знаю, но была кислая сейчас наверняка, учитывая урожай, наверняка где-то так порядка 5-6. Так. Понизить высокое. Ну, если кислотность высокая, ну, как другие. Берут чуть ли не самосвал этого. Гошеные извести. Вот я, это самое. Немножко можно, вот, допустим, зола, она скорее щелочная. Вот. Ну, где взять древесные золы? Ну, хорошо, если вы всю зиму топите и топите дровами. Весне у вас обычно это примерно 200-300 литровая бочка полной золы. Рассыпаете по участку жменьками, вот так. Ну, как раньше сели. То есть взял, если мне видно, вот так. Рассыпаете и все. Вот. Это что касается золы. Ну, где взять столько золы? Сейчас уже золой не отапливают, допустим. Когда-то и котельный, да, да, чуть ли не дровами топили. Ну, где-то доставали золу в большом количестве. Сейчас уже нет. Вот. Поэтому я на этот вопрос не отвечу. У меня это самое. Это уже, ну, это не мой вопрос. Редкий случай, когда не мой. Так. Это, видимо, самое начало. Это, видимо... О, я не зол... Только это, знаете... Вот сейчас я пропустил там кое-что, наверное, в другой раз. В общем, давайте так. В следующий раз. Вы с черенками разобрались. Я их не рекламирую, потому что все равно всем не хватит. Раз. Теперь с косточек у меня много. Но культурные косточки – это такая вещь, которая может принести вам славу всенародную, а для тех самых продвинутых, кто мне моложе, Нобелевскую премию. Вот. Ну, а количество все равно ограничено. Так. Поэтому культурные косточки запасать пока не есть. Маньчжорцев хватит и до весны. Но опять же, весной можно получить переросшее. Сами понимаете. Лучше все-таки брать сухими. Теперь, значит, вот сейчас я опять возвращаюсь к белорусам. У вас есть проблемы, у вас климат изменился. Так. У вас стало и климат хуже, и... Торгаши правят бал. Вот. Поэтому я следующий вебинар посвящаю белорусам. И раскроем еще. Там, тут же рядом, при Балтийской республике, тут же рядом наш друг, Андрей с этого самого, с Латвии. Так. Украина тут же рядом, там такое творится, что ужас. Вот. Это просто удивительно, что творится. У каждого из них, вот я перечислил эти страны, есть свои классики. Эти классики, от них и пошла вот эта страшная, смертельная технология. Давайте на сегодняшний раз поговорим про там, где... Вы понимаете, вода стоит неделями, да? А вырастить-то все равно легко. И так просто. А когда вода стоит неделями, вот как вот стоит у этого, у Латыша, у это самое, у Андрея, не хватает только выкопать яму, посадить в яму, а дожди каждый день, и она заполнится водой, и все сгнивает. Ну, напрашивается, ну, почему нельзя на мою технологию, я называю северной. Помните, книга называется, Северный сад. Почему? Потому что я уже наверняка, мои советы наверняка предназначили для северян уже 100%. Но ведь если стандарты технологии подразумеваются в яму, вот как этот доктор наук, яму здоровенную выкопал, еще видно, что провалится 100%, и будет глубина у него самое малое 30 сантиметров, вот так вот, да? И там у этого, в Латвии, у этого, у Андрея будет стоять вода сутками, неделями, месяцами, года не проживет, не то что абрикос, яблоня, груша, слива. Значит, надо и там за ум браться. А знаете, что мне, не помню, кто из вас, эстонец или латвец, кто же мне сказал тогда, прошло уже много лет, 6-7 назад, да, или 8. Да наши ученые такие же, как ваши. То есть у них тоже сидят и ни херена не делают. А почему не делать, я вам покажу. Так, ну что, все, наверное. Фух, сегодня 64 человек это сидело, а то уже меньше 50 было. А сейчас зима, сейчас прибавка будет. Ну, пожалуйста, садите хотя бы своих родных, близких, раз уж вам трудно рассылать эти ссылки, вот, чтобы люди смотрели. Получается, что мы проиграем численно, численно проиграем. Вот, мы как те муравьи, нас можно уксусом полить, вот, и потом смотреть на это муравейник, как это, ой, никто себе вспомнит, а, да, смотреть на муравейник, говорит, а еще не все муравьи сдохли. Мы сейчас польем этим самым, уже, как она сказала-то, а, растительными маслами они сойдут с ума. И вот, когда она сказала, сойдут с ума, я подумал, весь мир, ученый сошел с ума. Вы что думаете, после выступления, хоть, как кто-то из ученых, хоть один из тысяч, этих самых, член-коров, докторов, кандидатов, хоть один заступился. Она же ее слушала несколько, тогда это было, второй канал в удобное время, второй этот, федеральный канал, несколько миллионов человек смотрел, как это, уничтожало муравейник, поливая уксусом. Хоть кто-нибудь, я говорю, не из-за этого, если действительно они мешали бы деревьям, они бы действительно уничтожали бы деревья сами, с помощью тли, но это же неправда. Никому это самое, а, проехали. Ну, все, друзья, до завтра. Просьба нажать вот сюда, и хотя бы посмотреть, хотя бы наполнить родственной, чем мы занимаемся с Антоном Сафраном. Так, до свидания. Антон, пожалуйста, пришлите ссылку, как обычно. А вам, друзья, до свидания. Зима началась, естественно, время нормально подготовиться к весне. Спокойной ночи, друзья. Вот. Иван, особый еще раз привет. С праздником тебя, с 15-летием, подрастает наша смена. Жаль, не было под рукой фотографий, где вы с Тимошкой колбасу жарите, на этом, вот, на костре, типа шашлыка, и гуляете по саду. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok